шалом всем у нас недельная глава кита ц и начало главы середина главы и конец главы говорит про войну говорит про войну в начале войны в начале главы идет речь всевышний говорит нам когда ты выходишь на войну если прочитаем написано так когда выйдешь на войну против врагов твоих и господь бог 2 твой передаст в руку твою и возьмешь у них пленных и там есть такая история называется в пленных ты увидишь между пленными женщину красивую видом то есть тебе понравилось еврейскому бойцу который на войне ему понравилась некая девушка и вожелаешь ее и захочешь взять ее себе в жену она тебе так нравится да в общем есть в этом аллахот всякий что понимаете мы сейчас находимся на войне где-то сражаемся ты взял в пленных и понравилось тебе так аллаха принципе по аббаму говорит что даже когда она не еврейка ты можешь с ней иметь интимное отношение один раз она тебе сейчас понравилось а потом ты ее берешь домой и она должна пройти иди юр и так далее то есть очень интересная такая аллаха это первая аллаха который написано в нашей недельной главе по поводу войны законов войны вы знаете есть много вообще у нас законов которые и когда мы находимся в стане когда мы находимся военных базах сражениях в битве всякий аллахот аллахот шаббат законы пику ахнефер спасение души это конкретно законы войны потом у нас середине главы есть тоже как я еврейские солдаты должны вести себя в стане тоже написано когда ты будешь выходить махане станом да нас я почитаю здесь на русском когда выступишь станов против врагов твой мир то берегать берегись всего дурного это тоже мы должны будем понять берегись всего дурного да и то потом там написано если будет у тебя человек который не чист более подробно потом скажем это середина нашей главы и конец главы китеце там написано война против амалека да то есть надо помнить то что сделал нам народ амалек когда мы выходили из египта и в общем надо стереть его и уничтожить этого народа который называется амалек так в общем на на же недельная глава как я сказал это глава это глава выход сражение мы идем сражаться мы идем воевать давайте еще раз посмотрим начало недельной главы как я сказал что когда мы выходим на войну кице ламильхаман то есть обратите внимание кстати вскопы хочу вам сказать здесь у нас тора нас воспитывает не только обороняться не только ждать пока на нас будут кидать какие-то ракеты и мы будем обороняться а здесь надо надо выходить на войну и воевать там выходить а куда выходить выходить на территорию врага и там надо воевать это то что у нас написано выходить маханы т.ц всегда когда написано по поводу войны должна быть инициатива у нас да чтобы мы выходили ну это в скобках тогда признаки т.целя мильхаман и в общем всевышний дал тебе пленных и ты увидел там прекрасную девушку так ты можешь с ней иметь отношение то есть один раз даже без гиура то есть у нас против ассимиляции страшная борьба есть страшные запреты а здесь мы солдату который находится в этой ситуации увидела ему захотелось вот эта девушка она ему понравилась не еврейская гойка ему разрешено иметь с ней отношение так у нас здесь написано и мы конечно задаем здесь вопрос как это может быть такое и я прочитаю вам рамбам рамбам который тоже пишет пишет нам по этому поводу что есть иногда во время войны что есть какая-то там я я бы сказал расслабление какое-то какие-то митвот которые мы постоянно напряжать напряженные а здесь есть у нас как-то мы расслабляемся давайте посмотрим что пишет рамбам рамбам пишет следующее халюцей цава халюцей цава это в общем те которые идут воюет спецназовцы идут воюет когда они заходят в границы наших врагов и они в общем завоевывают и сидят там то есть можете представить себе в наше время наши солдаты святые входят в границы ливана да и там они там они завоевывают некие там дома и территории и там сидят там сейчас они разбивают свой лагерь и еврейский лагерь наших бойцов находится где на границе вот этих в общем на территории наших врагов а что они будут кушать надо им что-то покушать надо им кушать что-то а пока кошерная пища может быть задерживается эта логистика непростая перевозить все и так далее пишет рамбам приходит нам рамбам говорит что можно на этим солдатам кушать невелот то есть не кошерные то есть мы знаем что животное которое для нас разрешено это животное кошерное которое имеет признаки кашрута который правильно зарезано потом ее помочили там посолили ее и так далее а если просто животное даже кошерная умерла она мертвая была или ты пулей стрелял на нее это навела это пулей стрелял охотничал и так далее и мы знаем что коим которые у них они у них нету законы шхиты и не нужно законы шхиты евреям это запрещено употреблять но когда еврейские солдаты находятся в такой ситуации я им захотелось покушать можно им кушать вот эти новелет тарефные вещи мясо хазира они хотят сделать все шашлыки из свинины можно им кушать если они голодные надо что-то кушать можно им опять таки мы здесь не говорим что законы пику ахнефиша законы пику ахнефиш то есть законы спасения когда существует опасность это все можно кушать то есть это не касается какого-то там определенных людей как солдатов и так далее то есть если есть ситуация в жизни которая нам какая-то митва например кашрут кашрут в частности да грозит смерть то есть я умираю с голода у меня вот несколько дней я не кушал умираю с голода и сейчас мне надо покушать что-то единственное то что я нахожу я нахожу свинин так это можно мне кушать нет никакой проблемы надо мне спасать мою душу спасать мою жизнь и можно спасение жизни кушать свинину это конечно можно это и солдаты можно если это спасение души но здесь не идет речь что они голодные такие что они прямо умирают голодом у них может быть есть другая еда которая менее привлекательная знаете мясо это всегда больше привлекательная чем какие-то может быть там другие вещи так поэтому солдаты эти голодные зашли туда и в принципе они могут поесть фрукты овощи могут поесть какие-то другие вещи но они хотят мясо но это же мясо не кошерное мясо свинины как и можно так рамбом пишет можно можно им кушать дальше пишет рамбом удивительно так же и можно выпить яйнесах что такое яйнесах яйнесах это вино не кошерное для нас мы знаем что вино которое оно пользовалось для возлияния на идолопоклонства это по закону торы нам запрещено пить вино сегодня в скобках я скажу если это вино без эхшера вино нету определенного кашрута несмотря на то что это сто процентов виноград оно не кошерное потому что нам мудрецы это запретили да но вино которое было в возлиянии его на жертвенных это то рамб запретила солдаты хотят чуть-чуть расслабиться выпить а у них сейчас они находятся в ливане да и там нету кошерного вина им хочется выпить они покушали свинину сейчас хотят выпить написано можно это делать так написано пишет рамбом откуда рамбом это учит потому что рамбом это учит когда мы зайдем и найдем в домах которые наполнены всем всем добром добро имеется ввиду даже всякие вещи как свинины и так далее можно солдатам во время когда они в общем находятся в этой на этом задании нашим национальным заданием можно это все есть это написано в рамбом и также рамбом говорит также он и может иметь интимные отношения с той девушкой красивой которую он встретил и у него прям ецарара у него прям ецар у него прям горит все в себе и он не может установить остановить себя может переспать с этой гойкой нету у него проблем пишет рамбом ужасное да и обратите внимание мы как помните у нас была история масса земли когда земли бен салу был с медьянкой помните эту историю земли бен салу когда пенхаз взял копье и убил и так далее это это что-то страшное иметь отношение с коем а здесь у нас как будто если ты находишься на войне и и в общем у тебя могут быть какие-то проблемы так есть тора приходит и нас нам говорит что ты здесь можешь больше расслабиться может больше расслабиться и мы должны конечно это понятие как это может быть такое что вдруг да как это может быть такое может быть есть такое понимание и потом это объясним более подробнее на войне есть такое понимание предпочтение целей то есть бойцы которые находятся в сражении которые с любого места может враг их как-то как-то опередить в чем-то не дай бог или что-нибудь такое мы должны быть очень внимательны но целей много целей много и мы должны выбирать какие главные цели что спасают мою жизнь то есть даже даже по простому когда мы говорим по самому простому например человек он живет когда мирное время он живет у него там семья он звучит тору он воспитывает детей он отдыхает он занимается спортом это все хорошо хорошо в мирное время это очень хорошие цели конечно в жизни но когда есть война так цель амнеудефит предпочтимая цель это идти и воевать потому что это самое главное сейчас то есть другие цели они отстраняются то же самое можно прийти и сказать когда существует у этого бойцов цели какие цели это убивать как можно больше врагов которые пытаются убить бойца и вообще евреев так есть у нас цели так этот боец когда у него есть еще одна война которая называется ецарала у него есть ецарала дурное начало которую с ним он должен бороться перебороть себя чтобы не быть с этой девушкой когда ему она ему понравилась он все-таки увидел в плену или не покушать у него такой хороший запах и он должен а потом кто-то может быть внезапно выйти из-за этого запаха и он отвлек тебя и вот эта мысль про этой девушке отвлекают тебя они могут привести к тебя каким-то серьезным проблемам поэтому это разрешено то есть есть другая цель правда это не совсем правильно это ужасно не кошерно как будто по на первый взгляд кажется но именно цель воевать и уничтожить врага она первая самая главная цель которая существует поэтому это разрешено но я бы хотел сейчас перейти с вами после того как мы здесь рассказали вам про скажем бойцы еврейские как у них идет облегчение ситуации в гражданской жизни мы этого даже не можем позволить и даже думать об этом жить с не еврейкой и кушать что-то там не кошерное и так далее мы давайте перейдем сейчас на другую тему в середине нашей недельной главы который приходит и говорит нам следующее который говорит нам я читаю вам внимательно когда выступишь станом против врагов твоих против врагов ты выступишь станом у нас должна быть армия станом не один у нас нет такого чтобы один воюем должно быть станом да то берегись всего дурного интересно здесь на еврейке написано это интересно что значит берегись берегись всего дурного имеется ввиду по простому по пшату и так говорит нам комментатор великий рамбан здесь идет речь про кола митвот так говорит рамбан рамбан приходит и говорит что надо берегись что надо беречь себя от всего дурного что это что такое всего дурного ты должен более перебороть себя более соблюдать если можно так сказать наши рамки торы наши рамки нравственности нашу еврейскую мораль береги себя чтоб ты не было что-то дурного и рамбан пишет это и рамбан пишет тоже почему я должен беречь себя от всего дурного пишет на раши потому что ты знаешь я читаю вам раши слушай мы же должны чтобы у нас были что у нас были заслуги когда мы сейчас сакана сейчас сейчас война это не шутки мы находимся в сражении и поскольку мы находимся в сражении мы находимся на войне так сакана это опасная ситуация и в опасной ситуации сатана у него он знаете чувствует себя хорошо и так все опасно сейчас я могу говорить всякие гадости про того или иного бойца чтобы не дай бог чтобы у него был не дай бог какой-то вред и поэтому тора приходит говорить чтобы чтобы сатана закрыл свой рот чтобы не обвинял нас давайте мы будем береги переберечь себя от всего дурного чтобы не будни не были такие которые занимаются неправильными вещами чтобы дать дать какой-то повод сатане на говорить на на что-то дурное что-то плохое это говорит на раши то есть здесь от нас требуется совсем другой уровень так говорит на раши так опять таки как это соответствует в начале недельной главы когда там нам разрешаются иметь то есть солдату который ему понравилась вот это не еврейка в плену ему разрешается с ней иметь отношения интимные первый раз потом правда он делает гиур и так далее но как это разрешено хас вахалира не дай бог это вопрос но давайте посмотрим что нам тоже еще пишет кроме такого общего общего очень понятия берегись от всего дурного как раши написал давайте посмотрим что пишет нам раши что пишет нам тора дальше смотрите потом тора нам пишет то есть если будет если будет боец мы сейчас находимся в стане мы находимся в общем та база где в общем на территория врага да мы находимся там и будет в общем некий человек который что такое микролайла имеется ввиду солдат который ночью у него было вышла у него нечистота из его тела что это за нечистота из его тела когда выходит что-то из половых органов из семя извержения что-нибудь такое это определенная нечистота считается и вот этот боец который у него он увидел что у себя в общем вот это нечистота так что надо ему делать написано ему нужно выйти за пределами он должен выйти оттуда ему запрещено быть внутри стана еврейских бойцов и нельзя ему входить туда интересно вообще вот сегодня да мужчина да который у него есть семя извержений который есть ему семя извержения можно ли ему быть в святых местах то есть может ли он пойти на а котель может ли он пойти в синагогу может ли он пойти в бет мидраж учить тору ответ конечно же да нет никакой проблемы ему не обязательно очищаться от этой нечистоты чтобы учить тору да потому что это считается чистота легкая нечистота очень легкая даже есть места которые заходят на храмовой горе нету в этом никакой проблемы и он может зайти туда а здесь написано то есть на под вечер он должен он должен помыться то есть он должен помыться и окунуться в никву и когда у нас будет когда у нас будет закат солнца да тогда он только может зайти то есть мы здесь видим уровень совсем другой с одной стороны да мы видим как будто солдаты они себе ну как все дозвольно но с другой стороны даже вещи которые обычно мы в общем нету в этом никакого устрашения обычно здесь мы устражаем здесь этот солдат должен это потом написано тоже написано дальше то есть должно у тебя должна быть чистота ни в коем случае никакой там это я бы может прочитаю это на русском языке и да будет у тебя место вне стане то есть надо будет делать пойти там туалет по большому куда надо идти какая разница встань встань так и так ты находишься на открытом месте стоп 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 да будет у тебя место вне стане куда бы тебе выходить кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка кроме оружия возьми лопатку и когда будешь седатиться снаружи покопай ей и опять закрой испражнения твои то есть иди снаружи и закрой здесь опять таки мы видим интересно как еврейские солдаты должны вести и Тора пишет что происходит ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего то есть наш еврейский стан наши там где находятся солдаты это это более святое чем стена плача это более святое чем любая синагога представляете что здесь написано потому что в синагогу ты можешь пойти когда у тебя было семяозвержение ты имел отношение с твоей женой и на следующий день тебе не обязательно идти в микву чтобы пойти в Дакоты или что-нибудь такое а здесь запрещено заходить в этот стан да пусть же будет твой 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 будет стан твой свят чтобы не увидел он у тебя чего-либо да в общем я отступил от тебя чтобы не дай Бог чтобы было что-то не кошерное что-то неправильное я отступил от тебя давайте посмотрим да почему как говорит нам Рамбан я может быть почитаю все-таки Тора требует от нас от любого бойца и когда мы конечно в группе требует вот эти моменты смотрите говорит Рамбан я читаю я читаю как вот правильно вот почему Тора нас так вот евреев говорит нам как вести когда мы сражаемся как мы в бою и так далее вот вот в этой митзве да митзва имеется ввиду рамбан говорит это как еврейский солдат боец должен вести себя потому что Тора предупреждает потому что когда солдаты находятся вместе и идут воины сражения грех очень часто там находится какой грех он говорит посмотри посмотри что происходит вне еврейских армий армия мы же говорим про армия там все грубо и так далее известно маханот те станы которые выходят на сражения выходят на войну они кушают все подряд воруют грабят и никакого стыда и позора от этого нет понимаете в гражданской обществе обычно нормальные люди они ведут себя по-человечески ну как правило обычно когда ты переходишь из гражданства в армию а тем более на войну в сражениях там у тебя вот эти все правила меняются и ты начинаешь грабить ты не грабитель ты нормальный человек ты нормативный у тебя все нормально и здесь начинается неув насилие да в общем разговор как как разговаривают в общем злость вот это все человеческие качества проявляются да поэтому здесь приходит нам Тора и говорит это угоев так у нас нет мы несмотря на то что это как будто есть такая расслабуха можно сказать когда человек находится в опасности хочет расслабиться и это расслабление приводит к расслаблению всем нормам человеческим нормам приходит всевышний и говорит нам берегись ни шмарта ни коль давара любая митсва любые дела мы должны беречь себя это первое второе говорит рамбан слушайте мы воюем да есть же все таки большая разница какие у нас есть оправдания я бы сказал пойти воевать и убивать людей я хочу вам сказать что вообще вот эта история в эшет яфат тоар эшет яфат тоар или вообще сейчас объясню что есть два понятия войны в еврейской аллахе два понятия войны есть война которая называется мельхемет митсва это в заповедь воевать что когда я говорю слово заповедь воевать это имеется ввиду так же как у нас есть митсва заповедь одевать филин говорит кидуш в шаббат я знаю там кушать мацу так у нас есть обязательность воевать когда у нас существует обязательность воевать это при двух условиях раз в наше время я имею ввиду это когда на нас нападают враги хотят нас уничтожить это понятно да в этом нет никакого спора что надо идти и воевать и защищать себя семью и весь твой народ которые тебя хотят уничтожить когда хамас или хизбалла нападают на нас или иран пытается что-то сделать и когда мы защищаемся и бомбим им какие-то инфраструктуры и бомбим их не там оружие и так далее это митсва это не потому что мы это делаем только защищаться это конечно мы защищаемся конечно мы делаем правильно и не игоем тоже так ведут себя защищаются но у нас кроме человеческого понимания это еще и божественное дело божественная митсва есть в этом когда наши летчики идут и защищают еврейский народ когда наша пехота когда наши танки уничтожают врагов которые пытаются уничтожить евреев еврейский народ это большая митсва это митсва это божественное дело это раз второе когда это митсва когда мы завоевываем и бережем 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 территории которые были нам даны в Танахе то есть мы знаем что территория которая была была обещана не просто так как обетованная земля что же обетованные земля обетованная земля обещана то есть эту землю обещали Аврааму Ицхаку И Якову что эта земля потомкам вашим то есть мы потомки Авраама Ицхака И Якова и есть территория которая обещана нам и она наша И поэтому завоевывать эти территории и охранять эти территории – это митцва. А это требует войну. Не всегда нам наши враги хотят это просто так отдать, наоборот, хотят забрать и так далее. Поэтому в этой ситуации это тоже митцва. В этих двух случаях в наши дни сегодня идти воевать – это митцва. Но есть Мельхемет Решут, которая сегодня менее актуальна, но все-таки существует. Раньше она была. Это заповедь. Никогда существует тебе опасность. И даже ты не хочешь завоевать территории, определенные территории, которые были обещаны. А это есть четкие границы, какие территории обещаны. А ты просто идешь воюешь для того, чтобы, я знаю, улучшить экономический, я знаю, какой-то рост или уровень жизни евреев, которые живут в эра в Израиле. В общем, это улучшение какое-то. Это Решут, это не митцва. И тем не менее можно на нее выходить. И когда мы говорим вот эта история с эшет-я-фа-тоар, что можно в тебе брать жену, это идет речь про войну не митцвы. Не обязательная. Потому что в обязательной митцвы у солдата его голова ему не до этого. То есть Тора, она полностью доверяет еврейскому солдату, что он не будет думать о каких-то гойских, нееврейских девушек. Потому что ему не до этого. А когда это Решут, это не совсем все так. Это не совсем, может быть, какая-то митцва. Это не потому, что мы идем, воюем, потому что это опасно для нас, а потому что мы хотим более экономически жить лучше и так далее. О, тогда ты увидел девушку, и тогда вот эта история идет, и тебе это разрешают. А если это Мельхамед Митцва, нету в этом никакого разрешения. Тогда давайте посмотрим. Мы должны понять, что на любой войне, как я сказал, требуется хороший уровень. Почему? Первый уровень, потому что вообще, как Ромба нам сказал, когда идет расслабуха, когда все хотят расслабиться, делают без границ какие-то вещи ужасные, грубые, в общем, и так далее. Все разговоры, разврат, насилие, грабеж, и так далее. Это не мы. Нишмарта, Миколдавара. Второе. Должна быть, как на иврите говорят, какая-то хацдака. Какое-то оправдание тому, что мы воюем. Если мы же такие животные, как и враги, о чем вы воюете? Мы должны показать прежде всего самим себе, что мы совсем другие. У нас есть мусар, у нас есть мораль, у нас мы на совсем другом уровне, понимаете? И поэтому это дает нам, что, в общем, силу воевать, идти, и на войне есть убитые, и убивать других. А потому что если такое же животное, как они, какая разница, ты животное, они животное. Это второе. Нишмарта, Миколдавара. Мы совсем другие в армии. И третье, как я сказал, как Рамбан пишет, что еврейский стан, он как мигдаш ашем, он как божественный храм. Представляете себе, божественный храм. И поэтому это требует вот эти ограничения, которые даже не существуют в синагогах. И если так, может быть, мы поймем то, что пишет, удивительно пишет на это, есть такой комментатор Меше Хохма. Гамара приходит, говорит, ты увидел женщину красивую, она тебе понравилась, и ты ее желал, и, в общем, тебе можно с ней переспать. И Гамара говорит, что Тора здесь, она говорит, что значит она говорит напротив дурного начала, что если я тебе не дам разрешения быть с этой же девушкой, так ты сделаешь это с нарушением. Так лучше, чтобы я тебе разрешил это, а потом решил, потому что у тебя есть ецарара, потому что у тебя есть, в общем, дурное начало, которое ты хочешь согрешить. И Тора приходит и говорит, я не могу тебе это не разрешить, потому что если я тебе не разрешу, ты так и так нарушишь. А этого я не хочу. Так говорит нам Гамара. Великий Баль Торат Вима задает вопрос, и вам читает. Надо спросить, в этом правиле, вот это правило, которое нам только что сказали. Ло вибра Тора эля кенегет ецарара. Тора не говорит, а только к ецарара. Он говорит, халло ли физе, поэтому ты не оставишь вообще соблюдение, никакой митвот. Потому что всегда ты приходишь и скажешь, слушай, зачем запрещать ему там в субботу ехать на море? Давай разрешим ему. Лучше пусть он делает это разрешенным образом, чем запрещенным. Или зачем запрещать ему там, я знаю, там кушать что-то некошерное? Давай разрешим ему. Что это за логика? У нас, слава богу, есть, я знаю, так, сила воли. У нас есть действительно борьба с дурным началом. Но как можно прийти и сказать, что вот есть ецарара, и лучше им разрешить это, чем не запретить. И потом он не может перебороть себя, и потом он так и так женится на ней. Зачем эти такие слова? Что это такое? Так это всю Тору так можно прийти и разрешить. Смотрите, что говорит очень важное. Я чуть-чуть дал намек, и сейчас я объясню это. Здесь уже написано, что вот это правило написано только, когда мы на войне, уважаемые. На войне. А почему это только на войне? На войне есть опасность. На войне полная сосредоточенность солдата должна быть для уничтожения врага. А когда ему понравилась девушка, его мысли сейчас в другом месте, на войне это не подходит нам. Лучше пересписни и дальше воюй, дальше убивай врага, чем ты постоянно. Я тебе это запрещу, и ты будешь бороться с собой. Она тебе разрешает налеть. И я вам хочу сказать, что, конечно, с одной стороны это ужасно. С одной стороны это ужасно посмотреть. Араф Кук пишет удивительную вещь. Он пишет, что Тора понимает психологию. Тора знает, что какие приоритеты должны быть у бойца. Сейчас у него с одной стороны вот эта девушка, с другой стороны у него сражение. Тора приходит и говорит, слушай, она тебе разрешена, успокойся. Когда тебе что-то запрещено, и так хочется запрещено, у тебя горит все. А есть такое понимание пад-бессалом. Хлеб в корзинке. У тебя есть этот хлеб. Потому что человек, который не женатый, например, у него гораздо больше мыслей про женщин, про девушек, про это. Какой-то твоей жена. Что-то будет у тебя жена, пожалуйста. Все нормально. Это пад-бессалом. И Араф Кук приводит тоже удивительную историю с Йома-Кипури. Йома-Кипури, мы знаем, на этом я закончу. Есть сэир амишталех. То есть есть козел отпущения. И этот козел отпущения в Йома-Кипури, когда у нас есть весь пост. Надо всем поститься и так далее. Так написано, что сэир амишталех, вот этот амишталех, его берет человек. Он его берет в пустыню. Жара ужасная. Так написано, что разрешили тому, который берет вот этот сэир, кушать и пить. Написано, что ему разрешено кушать и пить. Боже упаси, Йома-Кипури, какой кушать и пить, Кен? Очень просто. Потому что когда тебе не разрешили это, так ты думаешь, что ты сейчас еще вот секундочку, ты вот падаешь уже в оморок. Как жарко. А когда тебе разрешили? Слушай, в любой момент ты можешь попить и покушать. Ты можешь выдержать. Ты можешь выдержать, устоять, потерпеть и перейти это благополучно. Говорит Араф Кук то же самое в этой ситуации. Понимаете, с одной стороны тебе разрешили. Но Тора это не разрешает просто так. Потому что потом она говорит, слушай, тебе это не очень выгодно. Но когда мы находимся в сражении, когда мы находимся в такой непростой ситуации, Тора приходит, идет как будто бы на уступок. Но в конечном итоге, даже через это, как будто бы падение, она дает тебе потом вырасти от этой ситуации. Спасибо большое. Сейчас, если можно, если я просто секунду, я никак не мог добраться до микрофона. Если можно, два коротких вопроса. Вообще, большое спасибо Раулу за то, что он посвятил этот урок этому вопросу, потому что он всегда-всегда вызывает огромное количество вопросов. У меня лично, при том, что я не первый раз пытаюсь изучить этот вопрос и слушаю объяснение, тем не менее, до конца, до конца, я не могу сказать, что я понял до конца. Поэтому две мелкие вещи. Во-первых, вот то, что Раул как бы объяснял, вопрос такой. Почему именно в отношении, то есть в отношении никакой другой заповеди, мы не видим, что есть вот такой странный подход. Что если вот тебе вот так уж как бы хочется, то ты можешь. Можно привести какой угодно. Человека как бы, если она работает, не знаю, когда ему нравится Эши Тирша, замужняя жена Эниуф, когда он есть идолопоклонство Абуда Зарапна, которые говорили, что это вообще такой шигаон был, человек вообще не мог. А здесь, да. Я это говорил, вы, может быть, прослушали. Это только на войне. Да, я понял. Да, я понял. Здесь предпочтение целей. Да. Солдат пусть занимается стрелять в лоб. Понял. И не борется с собой с женщиной. Да, 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 да. Когда он, когда он не на войне, тогда он должен бороться с собой. Да, 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 я понял. Да, эту линию я понял. Эта линия хорошая. То есть, в смысле, что она дает какую-то базис для объяснения. Теперь дальше. Второй момент, связанный с первым. Я все-таки дико извиняюсь, да. Я, например, при как бы почти 40 лет жизни в Израиле, я ни разу не слышал, не слышал, не было случая о том, что Хаяльца Аль-Халила изнасиловал арабку. Вообще идея в том, чтобы брать в плен кого-то, кто не является вооруженным пистолетом, а именно гражданское население, это Пешимил Хама. Поэтому есть два варианта. Либо сказать, что есть вещи, как, например, Сота. Есть вещи, есть Митцвод, которые, Олам изменился. Есть Женевская конвенция по поводу, как должны, есть Пешимил Хама. И надо сказать, приходится признать, что есть какие-то вещи, которые сейчас не актуальны. Хаяльца Аль не занимаются вопросом о том, что ему нравится женщина в толпе, которая идет. Нет у них этого в голове, я знаю по своим детям. Я это тоже сказал, что сегодня в нашей реальности не существует этой митцвы, потому что вся эта митцва это только в Мельхемед Решут. У нас, в нашей ситуации, у нас в Мельхемед Митцва только. Мы сегодня не выходим завоевывать государство, чтобы улучшить экономический рост государства. Мы уходим либо для того, чтобы беречь наши границы, которые так было и обещано Аврааме Цзако Якова. Это митцва, либо когда они нападают на нас. Окей. И тогда не существует этой этер-разрешения вот этой девушки брать в плену и так далее. Окей. Все. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо. Пока. Пока.